Пойдемте посмотрим, как это вообще происходит Ну что, ребят, вот мы приехали Илюха у меня как оператор Но еще у меня гопрошечка А, еще и у Илюхи есть гопрошечка, так что сейчас подснимем Сейчас вот непосредственно Дима нас встретил, мы поставили машину Вот его машинка, кстати, можете заметить На которой мы ездим на соревнования Он ездит на ней на работу Сейчас вот пришла машина, пришла с пастой Не с аккумуляторами, а с пастой Кстати, надо еще аккумулятор наш достать Спросить у Димы, куда его сунуть Пойдемте сейчас Вот видите, сейчас Дима по грузчикам поднимает Какую-то там массу Пасту вернее Пойдемте посмотрим, как это вообще происходит Смотри, какие тут пластинцы Пластины, заготовки какие-то, да? Интересно, трогать можно? Думаешь? Ну вообще свинец у него давитый Там пиздец Ладно, сейчас Димон нам свет включит, сказал И мы вам покажем, что здесь вообще есть О, вот смотри, старые аккумуляторы Димон, а сюда Сюда приносить аккумулятор? Ну, это гелевый аккумулятор А кислотный у нас с другой площадки Я все покажу Это к нам паста пришла Ага Это то, что содержится внутри свинцовых пластин Их отжали А вот этот, который заготовки уже, это что такое? Это уже Вот это вот, чушка Да Это готовый, очищенный цвет Который у вас получается здесь? Что? Который на заводе производится? Да Вы сейчас увидите То есть в итоге мы получим вот это? Да То есть по итогу, видите, ребята Мы получим вот такие свинцовые палеты Или как это? Как он сказал? Чушка Лайрин Вот это все дело Потому что переработаем аккумулятор И по концовке, как одна из производных будет Это вот это вот готовый, очищенный свинец А под номерами зачем это? Под номерами зачем это? Номер партии вес Номер партии пробивается Я покажу Вот так вот Чуть-то здесь пробито Номер партии пробито А это вес Вот Она штампом бьется Ага А это вес А на обратной стороне К нему нашел Семьдесят шесть, семьдесят шесть А, то есть это есть какая-то норма, да? Это просто, что если какой-то брак И соответственно, можно было везти С какой партии, с какого стола Чего это снова снизу еще? Это клапан Дергаешь веревку, развязывается и высыпается А-а-а, нихуясь Это мешки бит-бэги называются Снизу клапан, веревка завязана Дергаешь за веревку, он развязывается, это разруски Окей-окей Сейчас мы вам покажем, как дробится щепа для плит ОСБ Или как-то так ДСП Димон их назвал А сейчас что Димон будешь делать? Высль такой, что ты берешь отходы любые Режешь отходы, поддоны Все, на такую щепу А потом ее дробят на щепу То есть ты сейчас с той стороны подъедешь, да? Нет, я сейчас подам на подачу Он будет кидать, а ты будешь видеть, как это произойдет Сейчас будет мясо Пока что мне холодно, ребят Но Дима сказал, что в скором времени это все изменится Потому что мы зайдем сейчас во внутрь цеха Где будет производиться там, ну, большая температура, короче Все дела Дима вам более грамотным языком это все объяснит Мы его поспрашиваем Сейчас он немножко занят погрузчиками Загружает щепки Загружает Пришла машина, он ее разгрузил Видите, да, один человек Очень универсальный Занимается сразу и разгрузкой, и погрузкой Ну, в общем, сейчас мы у него все еще спросим И мы по процессу будем дальше идти и показывать вам Это шлак, да? Да, шлак Вот такими плитами здоровыми Да, вывалил А что, он горячий до сих пор? Вывалил, вывалил Ой, я хотел тронуть Если свинец хорошо доведенный Значит, оно будет пушистое, как губка И он будет более-менее легкий И будет рассыпаться Если свинец плохо довели У него будут остатки свинца Вот как здесь видно, недоведенные Вот крапления Вон они вот, видно Это значит, недовели Вот, вот эта вот свинца получилась Вот она, зеленая Я посмотрю Это недоведенный свинец То есть вот тут вот содержание свинца процентов 70 Вот в этой плите А то есть ее выкинули, да? То есть это потеря Это надо его взять, перерубить и заново запустить Вон недоведенная, видно Она должна быть как губка, если нормально Вот она Она вот так сыпаться должна Это значит, хорошая Это уже пена, она нафиг не нужна То, что мусор остался Понятно Либо стекло, желтое Которое вот добавляют Там мешают с этим Ну, в аккумуляторы химичат Песок добавляют Тогда получается желтое стекло Вот кирпичи выплывают Вот оно Кирпичи? Да, вот Обычное стекло Ни хера не Прикол Пойдем Между пластин Изоляторы Вот этот мусор Вот это мусор, который между пластин Вот его не применяют нигде И что с ним делать? Выбрасывают Так, пойдем Там, походу, начинается Потом, чтобы не попало Там барабан такой Он его рукой проворачивает Если он упадет, он не попадет на ножи Там барабан Он как бочка сделан У него отверстие И насквозь нет прохода к ножам Ну, то есть безопасно Если даже человек попадет То есть ничего ему не будет Нет, он не попадет Он будет в бочке То есть ты накидываешь бочку с отверстием Потом проворачиваешь отверстие вниз Оно выпадает Как жувачка за 10 рублей Положил, пара крутил Пока не прокрутил И надо не выпадет Короче, такая же система и здесь, пацаны Для безопасности Насчет того, что там не слышно ничего Это просто не знаю Как там человек работает А сколько работает там в день? Он же в берушах А, берушах? Ну вот, наверное, надо в берушах Работает отдельно Он от куба работает Сколько угодно Нет, понятно Я в том плане, что Если он целый день так стоять и работать Это, наверное, можно неплохо так Нет, работать неплохо Офигеть Ха-ха-ха Так, чё, Аки, у нас Хотелось показать чё-то ещё там Пойдём посмотрим Какое-то там приспособление Чтобы Выуживать Гвозди Ну или металлические Какие-то элементы С вот этой щепы Ну, чтобы продавать уже Чистый материал Чистые деревяшки Ну, чистую щепу Пойдёмте Раскидываем гвозди Сначала А, это магнитная Просто лента, что ли? Видно там будет гвозди? Или на солнце надо Или на улицу лучше Видно вроде Ну, вот так вот гвозди лежат Точно так, когда рассыпаются Берёшь эту машинку Вот так катишь Ну, по щепке По щепке, да По щепке, да И всё, и всё Собрали все гвозди И все гвозди собрал А потом как их снимать? Вручную снимаем А, вручную снимаем И выкидываем, да? Да, по территории Пробежался с такой Да, по территории Он мощный, верен? Да Магнит, магнит мощный Чтобы не прокалывать колёса На парушике Периодически по двору Пробежались Собрали гвоздики Таким А, понял Как метёлка Да Вот 21 Одна вот эта чушка Где-то 32 килограмма А вся пачка Где-то 1300 Чего? Одна вот эта штука Светит Вот смотри В районе тонна щенка Там будет Тонна Тихотих Так 20.09.18 Она была изготовлена? Ну, сегодняшний разлив Значит Да, сегодняшняя Ну, вес, смотри Вес нет Сколько здесь Вес 1082 Ну, вот Я тебе сказал Вот 1300 Не смотря Сколько рядов Тонна 82 килограмма То есть Тонна 100 Грубо говоря Офигеть, ребят Одна такая чушка Не чушка Вот это Вот это всё Не-не-не Одна такая чушка 32 килограмма Да, одна такая чушка 32 килограмма Я, наверное, один не понимаю Это как мешок бетона Ну, цемента Так что пойдемте посмотрим, что дальше Аккумулятор Аккумуляторы Аккумуляторы Что ходят Вот в таком виде Поддоне Где-то в среднем То на 200 То на 300 Аккумуляторов То на 200 То на 300 Да В палете В палете Значит, этот палет Значит, то на 140 Ну, я так и скажу Но здесь То на 300 Но здесь не факт Что есть чистые, да? Что здесь нет песка в них И прочего Да, не факт Вот они залитые есть Сухие есть Их по разной цене принимают Есть сухой вес Есть залитые Есть Их переливают водой Вот разные Вот эти аккумуляторы, например Они откуда Ну, с чего это вообще Такие аккумуляторы Вот это с погрузчиков С погрузчиков, да? С электропогрузчиков Вот такие Аккумуляторы есть разные Или они часто выходят из строя? Как-то выходят Есть Есть танковые Есть с подводных лодок Вот сейчас нету Просто с подводных лодок А вот здесь вот Отсюда тепло идет Почему-то Здесь что? Это выход Это значит Осадительная камера Там две печи Здесь осадительная камера Такие конуса В которых осаждается пыль Конуса В них осаждается пыль Которая выходит дальше Вот это двери технологические Чтоб чистить Вот она пыль Которая из печи вылетает Она свинцовая тоже Вот Здесь уже запах чувствуется неприятный Такой пронзительный Вот две трубы За мной И не видно никакого дыма Просто потому что Весь пыль Вся пыль здесь осаждается Нет Часть осаждается там Часть на фильтрах Я покажу Как она осаждается И как чистится И поэтому на выходе Ничего нету Практически нету Оно чистое И пойдем покажу Что идет до фильтров Чтоб было понятно Я открою Сейчас будет тот дым С пылью Со свинцом Который летит На газоходе Он осаждается А ребята Каждый день чистят Вот она в таком виде Вот этот свинец Снимаем Вот этот вот Летит с фильтра А дальше на выходе Мы видим Что это абсолютно Все чистое Ну да То есть вот это То что ты сейчас трону Это вот эта штука Ну вот это вот Это то что летит с печи А через фильтра Оно не пролетает А фильтра какого плана Там установлены Покажу потом Наверное Я покажу фильтра То есть вот это Летит на фильтра И с фильтром Мы видим абсолютно Чистый шот Ну да На трубе ничего не видно Сейчас вы на полу Видите красное Это свинец Ребята Это пыльцовая Ну пыльцовая 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 Ой бляцовая Свинцовая пыль Свинцовая пыль Ее подметают И что с ней делают Обратно грузят в печь И обратно перерабатывают То есть вообще Безотходное производство Здесь ребят Это что? Шикта это то Из чего Плавят свинец Это приготовляется Из пасты Из металлической части Еще несколько энергетиков Пыль сюда же добавляется И потом вот это Грузится непосредственно В печь Тут у вас гонки Происходят что ли? Да Ты видела как чувак На каре пролетел? Пошли Ну там опасно Пойдем За печь Это котел Это была кабельная оболочка А он там тоже сейчас работает? Просто она еще Да, процесс падает Мельсеребровый Там мельсеребровый Капас А когда у вас слив будет? Розлив будет Где-то с 3 часа В 3 часа слив Вы увидите Будет как разливаться А вот там печка Сейчас там Что происходит Сейчас Сейчас здесь тоже все варится, да? Да Сейчас здесь тоже варится? Обязательно варится Конечно Тут процент проходит Удаление цунков Мельсеребра То есть сейчас поднимать все должны? Сейчас падает температурный режим Пойдем Сейчас тут температура упадет А где это все? Пойдем Вручную будет снимать Как лошадки маленькие Тут или остреньки будут спать Не, а как узнать температуру пирометром? Конечно, обязательно Термопарой ездят Термопару Специально, да Ага И мешалкой А вот это тепло уходит? Тепло уходит? Это что это? Накрывают, когда дымит Накрывают и оттягивают дым А, дымит, когда попадает в флаг какой-то, да? Вот, видите, когда Покусили, так, что у нас сгорело Ага Вот славится черновой свинец Видишь, как его кидают в котел? Да На где-то 1200 градусов он славится Здесь очень много отходов сейчас, да? Комбассер Да, это потому что оболочка с капельной продукции Поэтому она очень грязна, она оборала Понятно А мы здесь увидим это в чистом виде Да, увидим Вот, вот так Берут черновой свинец Какой-то опасный Какой-то технику Замаслый Сейчас это погружать будет, смотри, вижу А вот эти крюки потом как арматуру достать? Они все всплывут, просто как пополки Свинец Попробуем Сейчас посмотрим, как это все выглядит снизу Вот это, это мешалки Это миксер, да? Да, миксер, который помещается в котлы То есть поднимается вот в сно Дексером ставят стакел, который мы видим Включаем и она размешивает тот свинец, который там есть Понятно Вот, она вот так выглядит снизу И это просто, ну, кранвал Понятно Вот таким образом Она в броне, вот металлическая Значит, здесь стоит горелка, по которой поступает ростов И здесь газ И есть электроника, которая как на карбюраторе джектора Смертой Прапорции Да, как в карбюраторе А вот это, а что за окошко, Дим? Это для ростов, да, у меня вот просто нету чем То есть, вот западничь, чтобы зажечь Ага И просто через это, вот заклали Вот, посмотри, посмотри Приблизь А будет где-то видо в большем размере? Будет, то же самое вольток, вот она отличается Стоит вот такая электроника, которая покажет Вот это у нас, это цифра просто давления газа Которая сейчас подается на горелку Да, в комплект Сейчас он ее остуживает, котел он сбросил То есть, он ее выключил Не совсем выключает, но... На чуть-чуть Немножко подает Да, для того, чтобы обстудить температуру Это надо для химического процесса А эту, наоборот, разогревает У нее с двух сторон горелки, у этого котла Ага И он сейчас греет, чтобы расплавить ту массу, которую ее загружают Вот так вот вы закидываете арматуру, чтобы потом подцепить ее, да? Да, когда слили, вставляется арматура, чтобы потом можно было выдернуть эту чушку Закрыто сплавный металл, его специально точат головку Она когда тупится, потом плохо бьет Аккумуляторы падают на нее, вот головка закрывается На нее падает, и она их дробит И дальше уже выпадает раздрубленный аккумулятор Вот сюда Здесь отделяется крупная фракция от мелкой, да? Алло, да? Нет! Мы заказывали две тонны свинца Мы с вами больше не работаем Итак, на нашем предприятии почему-то остановилась печь Сейчас мы пойдем решать эту проблему Сейчас мы позвоним в нужную станцию Посчитаем наши убытки Ага, наши убытки составляют 23 миллиона Время работать Работаем, работаем Мастерство Не пропьешь Хотя все пытаются Сейчас будут снимать верхний слой стекла, да? Да Стекла Потому что нам не нужно это Это швак Это говно Нам нужен чистый свинец Спятигонщик Я по хуй поездил бы конечно, но тут слишком опасно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но было круто Сейчас будет уникальный процесс Слива Вот этой Вон той всей каши, которой я мешал Сейчас будут сливать вот эти Как они правильно не знаю Заготовки в эти формы Они сделаны из чекуна И туда сейчас будет заливать вот эту вот красную Красный свинец Сейчас будем смотреть как это будет происходить Очень интересно и очень жарко У меня вот такие блатные очки Илюха подогнал, чтобы я свои глазишки не повредил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, вот и готов первый котел Время сейчас уже 3 часа 06 минут Ребята сказали, что через 5 минут будет уже готово Вот это колесо разогрето И по вот этой линии в эти формы сейчас будет разливаться свинец Сначала он будет по насосу попадать вот сюда В эту емкость И потом с этой емкости вот в это колесо Эта линия запущена Уже где-то часа 3 она прогревается, вот это колесо Чтобы потом не прилипало Ну свинец не прилипал Ну и не тоже прилипал, а не заставился в этих соплах Ребят, сейчас ждем еще минут 5 И будем уже смотреть на наши слитки свинца И потом они будут по ленте проходить, спускаться и отбиваться специальными молотками Ну все автоматизировано И ставить за штамп Ну все, сейчас все увидим Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...